Незадолго до смерти мужчина решился на тест ДНК с единственной дочерью, но не успел. Спустя почти год после похорона мать умершего решила пойти до конца и доказать внучке, что по крови они чужие друг другу люди. И за все это время, получается, вы не так и не смогли найти могилу отца? А мне кажется, вы просто бессердечны. Вы просто бессердечны, бездушны. Вы знаете, откуда вы знаете? Видите вы меня? Смотрите, бабушка ваша плачет, сюжет, весь зал плачет, а ты сидишь и орешь. Я не сижу. У меня отца нет 10 месяцев. У нас, в принципе, практически похожая ситуация. Она мне неприятна только потому, что у нас совершенно разные эмоции на стоп. И просто абсолютно слышно, что для нее это немножко не такой близкий, для нее бабушка даже ближе, чем отец. Понимаете, это просто разные переживания. Для нас это шок. Для нее нет никого. Для нее, значит, отец, наверное, не был таким близким. Так потому что его и не было в жизни, в моей толком никогда. Все. Пожалуйста. Просто это разные все истории. Мне кажется, что она по-детски до сих пор хранит детскую какую-то обиду. В ее каждом слове я слышу обиду и протест. Мне хочется сказать, что мы, к сожалению, слишком сильно жалеем своих детей, но мало их любим. Я родила ее от Игоря Кружкова, от сына Валентина. Вы не исключаете возможность, что сегодня тест ДНК покажет отрицательный результат? Я не исключаю эту возможность. У меня был кто-то, от кого, может быть, родилась эта девочка. Ну, коллеги, ну, женщина открыта, честно, говорит, гуляла. Вот честно, что вы не уверены. Честно, говорит, гуляла, я объяснила вам, что у меня был молодой человек. Вы же не исключаете эту возможность. Я не исключаю, что да, я эту возможность не исключаю. Параллельно на сцене. Мне в первую очередь хочется, чтобы это был положительный результат. И также, чтобы здесь все простили друг другу обиды, потому что так невозможно дальше жить. Привязанность, это от крови не зависит. Я знаю одну семью достаточно близкую, где втайне хранят, что ребенок приемный. И ребенок полностью уверен, что он в этой семье. И он испытывает чувства, и они к нему испытывают чувства, даже несмотря на то, что там крови нет. И наоборот, мы знаем примеры, когда люди единокровные идут друг на друга войной. Ноль процентов. Вот, 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 вот. Значит, я была уже беременна, когда выходила из него замуж. А, Юля, а ты не знала, да? Вы так поспокойно об этом говорите? Блин, вы что несете? Кто несет? Да что это кто несет? Такая решила. Да, я решила. А мне принесло, я очень рада. Значит, говорит, что она очень рада, что она рада. То есть ты с этими людьми, ты своим этим поступком поломала дочери жизнь. Чем дочь в своем возрасте узнала, что у нее баба не ромает? Успокойтесь, пожалуйста. Понятно, что она сейчас маму будет свою защищать. Мне очень хочется, чтобы у Алены все поменялось, потому что она не виноватый человек в этой ситуации. Она как будто бы прожила... А кто виноват? Ну, я, конечно же, считаю, что виновата ее мать. Потому что если бы у нее был ее биологический отец, может быть, она прожила немножко другую жизнь. А она как отрешенная. Почему она себя так вела? Почему бабушка на нее обижается? Она же и сама призналась. Да, я была такая оторва. Может быть, она по-другому бы себя вела, если бы у нее была настоящая. Она была отцом, умер, и вообще он ни в чем не участвовал в ее жизни. Как он может быть для нее когда-то отцом? Он для нее никогда не был отцом, просто она так считала. Пострадавшая сторона – ваша дочь. Конечно. В первую очередь ваша дочь пострадала, потому что она жила в лукавстве. В первую очередь дочь. А в конце концов, бабушка в данной ситуации, конечно же, тоже, ну, будем так говорить, у разбитого корыта. Если вам требуется генетическая экспертиза, обращайтесь к нам, и мы обязательно вам поможем. Новый тест ДНК уже завтра на НТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ